Йоу! Саламу алейкум, банды! С вами, как всегда, Шторм, и я продолжаю вести свой путь-путь бомжа без казино на Аризона РП. Да, парни, напоминаю наши цели, а именно это первое, снять 100 серий, второе, 1 миллиард, третье, особняк, четвёртое, автопарк, пятое, сет плюс 12, шестое, премиум вип, и седьмое, то, что вы написали под прошлым роликом, большинство, это бизнес, бизнес, какой-то бизнес, ну, посмотрим, как у нас это получится. Поэтому, братва, запасайтесь печенюшками, также смотрите ролик внимательно, где-то в ролике будет розыгрыш. Ну что, полетели! Итак, первым делом, как я зашёл в игру, я сразу же побежал в банк, чтобы забрать ларцы с организации. Забрал я, правда, только один ларец с организации, ну, тоже неплохо, и решил снять всё, что у меня было на банковском счёте, а там у меня лежало всего-то, ни много, ни мало, 2 миллиона, которые мне накапали с зарплаты балос, парни. Ну, неплохо, такая зарплатка у балос, это, если что, с x4, когда мы играли, в субботу или воскресенье, я уже не помню, ну, неплохо, парни, уже 5 миллионов на второй серии у нас есть, я думаю, это даже хорошо. Прибыл я на респу, взял, парни, квест банды, и решил отправиться пособирать счастливую травку. Здесь ничего сложного, мы просто едем в лес и собираем вот эту вот траву, парни, очень лёгкий квест. Ну, правда, вот эти вот новые шлагбауны, которые поставили, меня бесят, ставь лайк, если тоже тебе бесят эти новые шлагбауны, какие-то они калечные почему-то, ну, стоять по 80 секунд, ждать, пока он откроется, это трэш, конечно. После чего я приехал опять назад на респу, здесь была какая-то у нас перестрелка, короче, грува убили, ну, и я завершил этот квест и получил котики, азэ монеты и 200 тысяч, 5,5 миллионов у нас есть, окей, отлично. После чего я прибежал в центр занятости, я хотел поработать водителем трамвая, но оказалось, что водителем трамвая можно работать только с восьмого уровня, а у меня пока что только седьмой. Поэтому, парни, я решил устроиться адвокатом, но зэков в сети не было, к сожалению. Ну, ладно, не повезло, не повезло, но ничего страшного. После чего я прибежал получить медкарту, и здесь была даже какая-то рпшка, здесь щечку стало плохо, у него побледнело лицо. Ох, ох, мне нехорошо. Мужик, чё с тобой? У меня ломка. Ха-ха, что? Ты что, наркоман? Я лечусь как раз. Врач, сделайте что-то. Нормально, парни, а вы говорите, что на Аризоне нет рп. Кстати, парни, под прошлым роликом вы набрали не очень много лайков, поэтому тысячу азекоинцев я не могу под прошлым роликом разыграть, но вот под этим давайте разыграем тысячу азекоинцев. Всё, что вам нужно сделать, это поставить лайк, подписаться на канал, если вы подписаны, то отпишитесь и подпишитесь, это очень важно, потому что я попал в теневой бан, и мне нужно с него выходить. Если вы мне с этим поможете, то и в следующем ролике я разыграю для вас ещё тысячу азекоинцев. Ну, а итоги на 150 лайков. Так, ну что, я получил медкарту, мне задали пару вопросов. Отлично, парни, медкарта у нас есть, взял на 30 дней за 40 тысяч, хорошо. После чего я отправился на ферму льна и хлопка, так как заметил, что хлопок никто не добывает, а он, в принципе, тоже стоит, и почему бы не побегать и пособирать, пока никого нету хлопок. И так я побегал, парни, и собрал 209 штук, ну, неплохо, парни. Потом я ещё посмотрел, поскольку продают, но я не решил, поскольку скупают, но я решил не продавать, и ещё пособирал немного льна, немного льна, и потом мне нужно было отойти. Я зашёл в игру и решил, парни, прокачать свои скиллы, так как у меня сейчас даймонд вип на 5 дней, которые я получил у Майкла. Я решил всё-таки попрокачивать скиллы, ну, чтобы не пропадать, как бы, даймонд випки, и быстренько решил прокачать скиллы. Потратил я на прокачку где-то 40 минут, и это того стоило, теперь у нас 100% дигла, и мы можем там идти в армию куда-то ещё, и будет нормально. Ждём эмочку бы прокачать, но это, наверное, уже в следующей серии, парни, сделаем, и будет вообще ништяк. После чего я прибыл в автошколу и решил купить лицензию на оружие и охоту и лодку, да. Чтобы я продал вам лицензию, покажите мне медкарту. Ну, не зря я получал медкарту, кинул ему медкарту, и он мне продал лицензию на охоту, оружие и лодку. Отлично, парни, после чего я отправился на охоту. Взял я велосипед, если что, в семье, и почему нельзя собирать грибы, кстати, только с 10 уровня, интересно, парни. Напишите, для чего нужны грибы с них, вроде крафтить что-то можно или чё. Ну, и вот я приехал на первую точку и решил пособирать шкурки оленя, чтобы там сделать еды. Потом, может, продам еду, ну, потому что я видел, там, скупал кто-то жареное мясо по 9 тысяч за штуку, и это довольно дорого. И я хочу сейчас пособирать эти тушки оленя, а потом, может быть, я их зажарю и продам, и будет ништяк. Ну, и самому мне еда бы нужна была. Также я взял квест семейной квартиры, а именно на охотимся. Там всего лишь нужно убить 3 оленя, и за это ты получишь 20 семейных талонов. В принципе, это изи. И вот уже вторая точка, где находятся олени, тоже их здесь убиваю. После чего у нас в банде был аэрдроп, я решил съездить на него, приехал на респу. Там у нас тачка немножко взорвалась, но благо я выжил. И после чего мы поехали на аэрдроп. Ну, перед самим аэрдропом, как только он появился, меня крашнуло, я быстро перезашёл, туда поехал, приехал, и меня сразу же там слили. Ну да, найс, парни. Ну, и я закончил этот квест и получил плюс 20 семейных талонов. Отлично. И после чего поехал дальше охотиться на оленей. Ну, я, в принципе, поохотился, это уже следующий день, но мне нужны дрова. Я приехал, быстренько посадил там пару дров, плюс там чели какой-то посадил и забыл их, походу, срубить. Я их тоже немножко попрокачал и срубил их всех быстренько, потому что мне нужно было немного дров. У меня получилось 200 с чем-то дров. И я приехал к вот этому вот Джозефу, поменял одна тушка, это три куска сырого мяса. Получилось у меня 90 штук. И я их всех пожарил быстренько. И получилось у меня 200 вот такого вот мяса. Вроде оно даже не портится, и поэтому, ну, неплохо хавчика у меня есть. И я еще раз съездил, взял квест в банде, съездил в лесок, пособирал счастливую травку. И вот так вот, парни, и заканчивается наша уже вторая серия. Поэтому, парни, не забывайте участвовать в розыгрыше. Ну, а с вами был, как всегда, Шторм. Всем спасибо за просмотр, всем удачки, всем пока.